С вами Николай Пименко. В проекте Даты сегодня 4 декабря. День заказов, подарков и написания писем Деду Морозу. Обычно именно в этот день во многих странах мира почтамты начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу или открываются специальные почтовые учреждения, где все дети и их родители могут отправить письма с пожеланием долгожданного подарка, которые обязательно будут доставлены седоволосому чудотворцу. Также сегодня Международный день банков. День информатики в России. В этот день Брук и Ромеев получают разрешение на изобретение в СССР цифровой вычислительной машины с общей шиной. Эта ЭВМ могла проводить до 20 операций в секунду. Свидетельство под номером 10 475 стало первым в области развития вычислительной техники в Советском Союзе. Ну а теперь о родившихся. 1825 год. В этот мир приходит Алексей Плещеев, русский писатель, петрашевец, поэт, переводчик, литературный и театральный критик. А в 1872 году рождается Антон Деникин, российский военный деятель, генерал-лейтенант. В Первую мировую командовал стрелковой бригадой и дивизией, армейским корпусом. С апреля 1918 командующий, а с октября главнокомандующий добровольческой армии. С января 1919 главнокомандующий вооруженными силами Юга России. Это Добровольческая армия, Донская и Кавказская казачьи армии, Туркестанская армия и Черноморский флот. Одновременно с января 1920 года верховный правитель российского государства. Но после разгрома Деникинских войск Красной армии сдает командование Врангелю и покидает страну. В 1892 году рождается Франциско Франко, испанский военный, государственный деятель или проще диктатор Испании с 1939 по 1975 годы, генералиссимус. Был одним из организаторов военного переворота 1936 года, который привел к гражданской войне между республиканцами и националистами. В 1969 объявил своим преемником будущего короля Испании принца Хуана Карлоса, внука Альфонса XIII. В 1973 отказался от поста премьер-министра, сохранив титул главы государства и главнокомандующего армии. 1901 год, день рождения Николая Симонова, советского российского актера театра и кино, народного артиста СССР и театрального режиссера. А в 1922 году родился выдающийся французский актер театра и кино Жерар Филипп. Красавец и любимец женщин. Он прожил всего 37 лет, но успел сделать столько, что с лихвой хватило бы ни на одну кинокарьеру. За 15 лет работы Филипп снимается в 29 фильмах и был самым знаменитым актером не только во Франции, но, пожалуй, во всем мире. Играл современников и героев классического репертуара, среди которых Улен Шпигель, Князь Мышкин, Каллигула, Мефистофель, Принц Гамбургский и Ричард III. И всегда покорял зрителей не только своим мастерством, но и своей личностью, своим каким-то неисчерпаемым обаянием. Ушел из жизни молодым из-за онкологического заболевания. Теперь о некоторых событиях. 1680 год утверждает, что именно в этот день курица в Риме сносит яйцо с изображением большой кометы, которую люди увидят только 16 декабря того же года. 1701 год. В Москве открывается первая частная аптека. Петр I издает высочайший указ, которым предписывалось открыть в Москве 8 частных аптек. Причем с особыми привилегиями. Освобождение от налогов, возможность изображения государственного герба на документах. А в указе говорилось, что всякий русский или иностранец, который пожелает вести вольную аптеку с разрешения правительства, получит безденежно необходимое для сего место и жалованную грамоту на наследственную передачу сего заведения. Первую такую грамоту на открытие частной аптеки получает немец Иоганн Готфрид Грегориус, придворный аптекарь аптекарского приказа, ну и, как это часто бывает, личные знакомые Петра I. 1946 год. На московском заводе малолитражных автомобилей с 1968 года автомобильный завод имени Ленинского комсомола АЗЛК собирают первый легковой автомобиль Москвич 400, серийное производство которого начнется в 1947. Четырехместная легковушка развивает максимальную скорость 90 км в час. Она представляла собой почти точную копию немецкого автомобиля Opel Kadett K38. Москвич 400 изготавливался на оборудовании и по документации брандербургского автозавода фирмы Opel. В июле 1945 года согласие союзников, полностью вывезенных в Москву и советской зоны оккупации Германии. 1950 год. Александр Вертинский пишет жене письмо с Сахалина, куда занесла его гастрольная жизнь. В магазинах, кроме консервов и спирта, ничего нет. Он страшный, из древесины. Его зовут сучок или лесная сказка. Все болеют с утра матом, что значит с утра мат. Бедность ужасная. Край еще не освоен. Один псих написал книгу «У нас уже утро», «Сады цветут, гиганты строятся». Получил сталинскую премию третьей степени и, написав, «Удрал Москву». 1976 год. Элизабет Тейлор в седьмой раз выходит замуж. Избранник Джон Орнер. Не имея профессионального образования, юная лис покоряла красотой, пластикой и рано проявившейся чувственной прелестью. Ее здоровье, проблемы с фигурой, алкоголизм и, разумеется, браки и любовные связи. А в целом она выходила замуж восемь раз, в том числе дважды за одного и того же человека, за Ричарда Бартона, на протяжении десятилетий интересовали людей по всей земле. 1981 год. Суд американского города Тоскалуса в штате Алабама вынес 40-летнему убийце Дьюэлу Дэвису рекордно длительный срок тюремного заключения. Он схлопотал аж 10 тысяч лет неволе. Этот приговор попал в Книгу рекордов Гиннесса. В 1976-м Дэвис убил трех человек, включая тещу. Ну и еще одно событие. 1735 год. Здание на Даунинг-стрит-10 становится официальной резиденцией британского премьер-министра. Улица сформировалась, когда король Карл II пожаловал богатому дипломату и шпиону барону Джорджу Даунингу участок земли в окрестностях королевского дворца Уайт-Холл. Кстати, в резиденции существует давняя традиция держать котов. Один из самых знаменитых – мюнхенский Мышелов, который жил в доме при Нейвеле Чемберлине и Уинстоне Черчилле. Не менее известен и долгожитель-рекордсмен кот Уилл Берфорс, который прослужил целых 18 лет. Нынешний полосатый кот Ларри поселился в доме в 2011-м, переехав сюда из приюта. Он состоит на госслужбе, официально занимая пост главного Мышелова. Правда, говорят, большую часть времени чиновник спит и изредка вступает в драки с Палмерстоном, главным Мышеловом соседнего офиса министра финансов. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Продолжение следует...